Тонна цемента, 10 кубов строительного песка и пиломатериалы. Для малоимущей семи чариевых это просто неоценимый подарок. А тем более священный месяц. Семья ютится в маленьком, еще не достроенном доме. Отсутствие элементарных условий, внутренней отделки и даже коммунальных благ. Воду и газовые баллоны приходится также покупать. А постоянные сквозняки и холодные стены для семи из пяти человек – то еще испытание. Из-за финансовых проблем до ремонта так руки и не доходили. Поэтому Марина Чариева решила обратиться к главе республики через инстаграм и поделиться своими трудностями. Зимой я купала детей на улице. Вы просто представьте этот холод. Порой нам месяцами приходится сидеть без воды, газа и света из-за отсутствия средств. Сразу на следующий день после обращения по поручению главы Ингушетии, семьи оказали необходимую помощь. Теперь со стройматериалами чариевы смогут отделать дом и забыть о вечных проблемах, свидетелями которых стала и комиссия. Рабочая группа выехала на данное домовладение. Посмотрели комиссию жилищно-бытовые условия семьи, возможность проживания семьи в этом домовладении. В результате чего комиссия была обнаружена, что жилищные условия оставляют желать лучшего. Кровля не подшита изнутри, нет водоснабжения, нет газоснабжения в данном домовладении. Дом изнутри, как и снаружи, так и снутри, не отштукатурен. Такую быструю реакцию в решении их проблемы чариевы и не ожидали. И тем более не надеялись, что смогут принять гостей на Мархаш в своем новом доме. Марина Чариева выражает благодарность за такую поддержку и внимание со стороны главы региона. Остается открытым только вопрос с газом и водой. Проблема в том, что по этой улице водопроводная сеть не проложена. Соседние дома только застраиваются. Но тем не менее, этот вопрос, как заверили местные власти, тоже не останется без внимания. Глава города дал поручение обеспечивать ежемесячно данную семью подвозом воды. Колодец у них есть, и мы ежемесячно будем подвозить ей воду. Муж, она говорит, у нее строитель, но опять же. И они говорят, что если нас обеспечить стройматериалом, то работы мы в основном можем сами, своими силами сделать. Но стройматериал мы для того, чтобы они работы начали, уже им поставили. И глава держит на контроле. Телефоны мы контактные оставили им. При необходимости либо какой-то физической помощи, либо материальной помощи, либо стройматериалом, они будут обращаться дополнительно к главе. И глава уже будет реагировать дополнительно. Рамадан – время исполнения желаний. В это священное время по поручению главы республики в регионе запущен флешмоб «Месяц чистых дел», в котором может принять участие любой желающий, оказать посильную помощь нуждающимся, поддержать, если не делом, то словом. В рамках акции в соцсетях уже сотни публикаций с хэштегом «Месяц чистых дел». Наш город решил, как в качестве этого чистого дела по поручению главы субъекта заняться данным домовладением. Думаю, что позитивный результат. Потом мы вас пригласим, вам покажем. Хозяйка домовладения тоже свои пожелания высказывает. Мы по возможности идем ей навстречу и делаем все, что в наших силах. Стройматериалы, рабочая сила и мотивация есть. Теперь для Чариевых главное – успеть домархаж навести здесь в порядок. Но эти хлопоты, как отмечает Марина, им будут только приятные. Михаил Тангив, Адам Гулоев, Джамалил Томасханов, Новости 24.